короче говоря шуруповерт лежал я как-то на кровати отдыхал слышу стук дверь иду открываю дверь никого о посылка какая-то беру блин а что там интересно может там что-то опасное зараза какая-нибудь сибирская ветрянка или обола а пофиг зараза заразу не берет открываю о ничего такой ящичек и надпись dk знакомая а ну-ка что там у нас это же я шуруповерт заказывал точно но ничего такой массивный да еще и аккумулятор литий-ионный на 20 вольт две скорости оборотов 15 степени усилия о даже ударный режим есть так 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 это мы проверим еще тут у нас светодиод есть 2 аккумулятор съемкостью 1500 миллиампер часов и подсветкой состояние заряда батареи зарядка и крепление на пояс наверное так посмотрим инструкцию может что-то есть там интересные блин она на английском ничего не понятно ладно нужно протестировать его будет лезу в шухляду с инструментом там должно что-то быть для такого шуруповерта глянем эту коробку там должно что-то быть о сверло по бетону берем еще какой-то шуруп и сверло по металлу так перед тем как тестировать шуруповерт нужно будет зайти в магазин пошел купил несколько больших шурупов и перо на 18 по дереву вот такой набор у нас будет а куда что идти а в старую заброшку недалеко здесь подойдет для тестов но вот пришли где же нам взять доски для теста так вот что то есть сильные двери будем сверлить но этого мало о попробуем вот этот кирпич точно но нужно еще немного разобраться шуруповертом переключаем скорости степеней усилия щелчки выраженные и хорошо слышны при переключении посмотрим как работает реверс а кнопка даже очень хорошо откликается на малейшее нажатие ну и глянем на патрон наверно он у нас быстрозажимной как я помню и позволяет использовать сверла диаметром от 2 до 13 миллиметров губки у патрона он вижу скошены по краям это увеличивает площадь контакта соответственно более плотно зажимает сверла и они не проскальзывают работе это большой плюс так но сначала я думаю протестирую перо по дереву вставляю перо закручиваю ставлю на 15 скорость усилия или как там она называется и пробую сверлить без проблем аж понравилось а ну-ка еще раз так а если вдоль дверь просверлить выдержит пробуем что-то проскальзывает ставим на режим дрели сверлим дальше было бы перо подлиннее уверен просверлил бы дверь поперек полностью теперь попробую саморезы закрутить беру переходник сбитой из комплекта зажимаю начну-ка я самореза поменьше легко а выкрутить вообще без проблем а вот такой длинный саморез да мое рукожопие немного меня подвело но ничего у меня есть саморез толще и с резьбой поменьше такой точно гнуться не будет и по длине он такой же если не больше на 14 скорости не идет включая режим дрели вот это моща а блин горячий будто раскаленный в печке ну-ка нужно пробовать ударный режим типа перфоратора я вроде захватил сверла по бетону вот как раз маленькая зажимаю включаю ударный режим поехал ха без особых усилий только вот что-то раскрутился патрон на реверсе наверное сверлил в конце и что это все нет вот большое сверло ох помучаю же я сегодня дека устанавливаю ударный режим погнал сверлить сверлить довольно хорошо не как по маслу но вполне добротно хотя чего я хотел с бы у сверлом по бетону блин что-то немного проворачивается переключатель режимов при долгом сверлении ударного режима на дрель не критично но все же так 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 где-то я тут видел бетонную плиту нужно и на ней протестировать о а вот и она блин видимо уперся в арматуру опять арматура ладно не буду его очень мучить видно что сверлит с небольшими усилиями но работает уверенно но и опять-то сверло то бэушное что-то я устал нужно пойти домой поставить аккумулятор на зарядку и посмотреть что там у него внутри интересно капец пришел один аккумулятор поставил на зарядку второй разбираю внутри оказалось 5 литиевых банок 18 650 по 1500 миллиампер часов емкости каждая а что же у нас в самом аккумуляторе винты хорошо закрутили китайцы да начинка годная установлен коллекторный мотор 775 размера случае износа щеток или поломки мотора я его с могу заменить на новый благо на али таких моторов полно так что разбирать редуктор я не хочу а то в прошлый раз припоминаю когда разбирал болгарку у меня оказалось несколько лишних деталей не хочу чтобы подобное повторилось припоминаю что коллеги по цеху разбирали такой шурик и редуктор там был хорошо смазан и с металлическими шестеренками да и он увесистый 1 и 6 килограмма веса так что вряд ли там фуфла пластикового понапихали что-то я устала таких тестов нужно идти отдыхать короче говоря шуруповерт вот и вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok